Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Время сбора томатов практически завершилось, и хотя на некоторых растениях кое-какие кисти еще остались, дозариваются, однако основной урожай томата 2019 года уже снят, и можно подвести итоги различным способом выращивания томата. На просторах интернета, на каналах YouTube не утихают споры о том, какая же технология является более предпочтительной с использованием минеральных или органических удобрений. Кто-то говорит, что минеральные удобрения не в полной мере усваиваются растениями, оказывают негативное влияние, закисляют или защелачивают почву, оказывают вот такое повреждающее действие на корневые системы растений. Органические удобрения хвалят за их большую комплексность, натуральное происхождение, обилие там активных веществ и так далее. Главным образом за некую натуральность. Для того, чтобы поставить точку в этих спорах, в этом году мы провели и заложили довольно масштабный эксперимент в трех вариантах. В первом варианте мы использовали исключительно минеральные удобрения из серии фитоактив. Начинали мы с фитоактив развития и далее продолжали использовать здесь только минеральные удобрения, не вносили в почву никакой органики предварительно. Вот какой был торфопесчаный грунт здесь засыпан, такой и остался. Конечно, какое-то количество органического вещества в нем было изначально, однако для полного развития растений его однозначно бы не хватило. Заканчивали мы подкормки препаратом фитоактив урожай из этой серии. Серия довольно обширная, мы о ней как-то уже даже в наших выпусках и рассказывали. Во втором варианте я использовал исключительно органическое удобрение из серии органик микс. Я использовал два. На старте в лунке я закладывал удобрение для пересадки и рассады, а далее я использовал удобрение уже последующих серий для подкормок и для поддержания урожая. Для того, чтобы делать вне корневые подкормки, ведь это органические сухие гранулированные удобрения, я использовал такой способ, когда примерно полстакана вот этого удобрения я в течение ночи или даже двух настаивал в ведре воды и затем по пол-литра по литру, в зависимости от степени развития растений, подливал примерно каждые 10-12 дней. Точно так же примерно каждые 10-12 дней я делал подкормки с помощью минеральных удобрений в соответствии с инструкцией. В третьем варианте, можно сказать контрольном, я использовал комбинированную технологию, когда в лунке я закладывал органический материал, а подкормки делал уже только минеральными удобрениями, и корневые, и вне корневые. Вне корневые подкормки я совмещал с защитой растений. Защита растений здесь у меня была исключительно биологическая. Это оранжерея Республиканского центра экологии и краеведения, которая посещается в том числе учащимися. И хотя это был в основном летний период, обучающиеся у нас здесь бывают круглый год, поэтому использование каких-либо химических мер защиты является недопустимым. А кроме того, я являюсь сторонником органического земледелия и сторонником органических способов защиты и ухода за растениями. Я не являюсь строгим, так сказать, органиком, поэтому легко использую и минеральные удобрения в том числе. Какие же получились результаты? Площадь учетной делянки в каждом варианте эксперимента составила примерно 10 квадратных метров. В случае с полностью минеральной технологией подкормок и основного внесения удобрений с этого участка мы получили 72 килограмма томатов. Кто-то может возразить, что на самом деле в тепличных хозяйствах можно получить и в два раза больше. Однако у нас не тепличное хозяйство, у нас грунтовая технология, не технология в минеральных матах, у нас нет капельного полива и вообще технология выращивания максимально приближена к тем условиям, которые можно наблюдать в подсобных хозяйствах, в обыкновенных теплицах. Никаких чудес. В варианте с исключительно органическими внесениями удобрений и подкормками мы получили урожайность 67 килограмм с 10 квадратных метров. Для меня вполне был ожидаемым результат, когда мы в качестве основного внесения использовали медленно вот такие разлагающиеся органические вещества, а в качестве подкормок минеральные удобрения. В этом варианте мы получили 92 килограмма с 10 квадратных метров томатов. Огромное для нас количество, конечно, это много томатов. То есть 10 квадратных метров, средняя маленькая теплица, даже, я бы так сказал, 12 квадратных метров, такое количество на семью более чем достаточно для того, чтобы обеспечить и потребление в летний период томатов, и заготовки, и заморозки, и закатки, и так далее. Что ж, как видите, комбинированное использование органических и минеральных удобрений даёт максимальный результат. Это и понятно, ведь каждый из них не противопоставляется друг другу. Каждый вариант удобрений дополняет друг друга. Именно сочетание органической и минеральной компоненты и даёт максимальный урожай. Не надо демонизировать минеральные удобрения, используйте их смело. Если использовать их разумно, в соответствии с нашим калькулятором, не делать слишком большие дозы, не использовать слишком часто их, в этом случае вы можете получить и добиться колоссальных и замечательных результатов. Что ж, надеюсь, наш канал помогает вам выбрать правильную стратегию ухода за растениями и правильно выращивать ваши растения для получения здорового и богатого урожая. Что ж, надеюсь, что комбинированную технологию выращивания томата вы и будете использовать, если ещё не используете. На этом я прощаюсь с вами. Задавайте ваши вопросы. По мере возможности я буду стараться на них ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова